Тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли-ли Смотрю YouTube после последнего стрима. Комментарий. Спасибо вам за него. Здравствуйте, Наталья. Стрим поверг меня в большое осознание ценности себя и своей семьи. Благодарю Наташа за этот стрим. Обесценивание родителей – это как снести все радости жизни. После стрима ходила как не своя. Действительно, отношения в семье дают огромный стимул на развитие. Удобная женщина, мужчина – это ограничение своих возможностей. Обесценивание родителей – это как должное от них. Мы неосознанно переносим свое невежество к родителям на свои семьи. Точно. Удобно, когда родители сделают, купят, исправят, решат за детей. А в ответ сухого спасибо не услышишь. Вот так мы, как дети, в будущем поступаем с женами, мужьями и так далее. Потому что знаем, что за нас решат другие. Дадут совет, помогут или подкинут деньжат. В такой ситуации пришлось задать себе вопрос. Почему мы, как родители, позволяем себя обесценивать? Ответ прост. Мы растворяемся в семье. Делаем, желаем всем добра. Боимся быть плохими родителями и осужденными другими за плохое отношение к своим детям. В заботах о семье мы забываем о себе и забываем о своих интересах, откладывая их в дальний ящик. А когда вспоминаем, получаем уже, что не хватает знаний, навыков, опыта. Да, можно сказать, что можно пойти учиться, вернуть способности и жить счастливо. Реализовать себя в кайф к любимому делу. Однако удобных, когда они начинают делать первые шаги, когда их начинают ограничивать еще больше, это настолько жестко, что руки падают. Удобные люди – это осел с привязанной морковкой впереди, а на спине груз из семьи. И когда осел встает и не идет туда, куда желают другие, его начинают бить. Так еще и оттрахают в прямом смысле. Есть такое обычай в некоторых странах. Прямой намек на это продемонстрирован в мультфильме «Сказка о глупом мужа», где в одном образе собраны жена и мать. Тема глубокая, но очень поучительная для обоих полов. Стоит лишь героев местами поменять, а детей добавить. Грустно это осознавать, но иногда родителей стоит обесценить. Порой они сами из детей делают ослов. Вы знаете, на самом деле удобные люди или удобные овны – это очень большая тема. И тема эта религиозная. Она корнями уходит в религию. Опять мы наступаем на эти грабли выноса Бога и выноса ответственности. Когда-нибудь люди поймут, что как только мы выносим ответственность и создаем объективную реальность, мы перестаем реализовываться. У нас включается лень, у нас включается ложь. Мы начинаем лгать, и мы будем болеть. Там, где человек занят своим делом, там, где человек проявляется и живет в гармонии с собой, он живет без болезней. Посмотрите на долгожителей, посмотрите на стариков, которые прожили больше ста лет. Это те люди, которые до последнего будут садить, копать, полоть, заниматься своим делом, проявляться как-то. Они живут. И они тогда не болеют, они умирают во сне. Они до последнего живут в своем любимом деле. Даже если это любимое дело, там, грядки, но все равно им нравится жить вот так, как они живут. И только чем больше они живут одни, тем больше они уходят в прошлое. И чем больше они уходят в прошлое, тем больше они стареют. Так развивается старость на самом деле, так включается старость. Это отдельная большая тема. Но когда человек в гармонии с собой, занят любимым делом, проявляется, и у него минимизирована ложь самому себе, и при этом есть гармония и искренность с собой, он берет ответственность за свою жизнь на себя, он живет долго, он не болеет. Чем больше человек выносит ответственность, тем больше он лжет, тем быстрее он болеет. И тогда приходят новые болезни, такие как выгорание. Ну, это уже естественно. Выгорел на работе, сгорел, стрессы. И тогда приходит любое объяснение. Депрессия – вообще очень красивое заболевание. Отказ от жизни, обесценивание жизни и лень. Тотальная лень, когда человеку лень двигаться. Вообще лень проявляться в этой жизни. И вот эти новомодные заболевания сегодня, они все больше развиваются, и все больше показывают человеку, зачем тебе тело, зачем тебе жизнь, зачем, зачем, зачем. И вот на этом обесценивании жизни очень четко подсвечен момент вынос ответственности за жизнь. Человек вынес наружу Бога, потом вынес дьявола, потом он вообще отказался от этой жизни, отказался от себя, отказался от тела, и все. А вы сделайте за него, вы проживите жизнь за него, вы исправьте и осознайте его ошибки за него, а он будет какать под себя, и он не будет ничего менять. и человек становится лежачим потом, и какает под себя, и никого у него дома нет, и психические расстройства на этой почве развиваются, и так далее. Основа одна – нет взятия ответственности за свою жизнь на себя. Есть ожидание извне. Извне человеку можно подсказать только направление движения. Ползти должен сам человек. И вот вы знаете, вот этот момент, он важен. Важен, когда родитель воспитывает ребенка именно так. Ты ползешь сам, я тебе помогу, подскажу направление движения, но поползешь ты сам. И ты будешь сам проявляться, и ты будешь сам зарабатывать, и ты будешь сам учиться, и ты будешь сам все делать. Это одна песня. А вторая песня – я тебе дам денежку, я за тебя решу вопросы, я все сделаю за тебя, я тебе дам бизнес, я тебе, я тебе, я тебе. И потом бабушки подкидывают своим внучатам деньжат, и внучата ездят к бабушкам только за деньжатами, потому что больше бабушка для них чужой человек, она нахрен им не нужна. И вот так рождаются паразиты. Вот о паразитах мы будем говорить дополнительно, у нас будет целая лекция. Я специально собрала кучу вариантов именно проявлений в жизни, как человек, не задумываясь, делает из своих детей паразитов. И потом сам пожинает то, что посеял. И как дети становятся паразитами и автоматически воспитывают уже своих детей паразитами. У них другой модели нету, они копированием дальше идут. И таким образом свет внутри угасает, угасает и угасает. Сознание засыпает, засыпает и засыпает. И возникает сон во сне, и человек выключается дальше, происходит деградация сознания. Вот они овны, пошли. Вот они удобные роботы-автоматы. Удобные. Им сказал, иди прививайся. Он даже не задумывается, надо или не надо. Он 10 штук в себя вколет, и потом от сознания ничего не остается. Им сказал, вот там страшно, значит, туда не ходи, они не пойдут. Им сказал, копай отсюда и дотуда, а потом закапывай оттуда и досюда. И они будут откапывать и закапывать. Они не будут задаваться вопросами. И знаете, вот показатель деградации вообще сознания человека, смотрите, раньше люди не умели читать. И вот была Библия, ее пересказывали, ее рассказывали и так далее. Не все могли ее прочесть. Сегодня могут прочесть все. Ну так прочтите. Сколько людей читали Библию? А сколько задумывали, что там написано? Кто читал библейские истории? Вы после этого еще верите в вынесенного Бога? Вы после этого еще считаете себя детьми Авраама? Ну тогда у вас не все в порядке с головой. Либо же вы эту книгу не читали. А если вы ее начнете читать с восприятия, я создатель своей реальности, я Бог, Бог во мне. Не я кусочек Бога, а я создаю свою реальность. И вот вы начните читать эту книгу, и вы обалдете, какие дикие вещи там написаны. И тогда стоит задуматься, где же ложь, где вранье, где сон. Вот это все об этом. И тогда уже больше не захочется быть удобным человеком. И тогда не захочется быть овным. Тогда захочется проснуться и сказать, я беру ответственность за свою жизнь на себя. И тогда встанет следующий вопрос. Если проснулся один, то надо будить и других. Надо говорить, рассказывать и показывать. Почему? Потому что спящий человек, который еще во сне, он будет по отношению к человеку проснувшемуся испытывать все то, что в нем подавлено. Он будет видеть в зеркале отражение себя. Если ты просыпаешься, ты становишься зеркалом чистым. И в чистом зеркале отражается начинка сон спящего человека. А там будет злость, зависть, жадность и так далее. И она будет отражаться. Ну, вы можете тут же поспорить, сказать, подождите, ведь люди все хорошие, а вы в них злость и жадность и зависть видите. Хорошо, давайте посмотрим на основании, чего просто в обществе принимаются, например, новые законодательные акты. Вот были, например, агроэкоусадьбы. Они там, владельцы, платили какой-то налог и оказывали услуги. Можно было приехать в каком-то дальнем населенном пункте переночевать. На сегодняшний день приняты новые законы. И эти агроусадьбы одна за одной просто закрываются. И вот уже приезжаешь в глубинку Мстиславля, ночевали в агроусадьбе, уже нету этой агроусадьбы. Почему? Новое законодательство ввело и было введено, и стало невыгодно, и они позакрывались. Хорошо, они позакрывались, а скажите, из каких соображений принимались новые законы? Из любви и благодарности или из зависти и жадности? Давайте вот просто честно, сами себе. Так если из любви и благодарности, тогда этих бы усадеб стало больше. А если из зависти и жадности, тогда они умерли. И тогда мы видим этот процесс умирания бизнеса, умирания предпринимателей, а укрупнять уже нечего. Для того, чтобы собрать урожай, надо сперва посеять, надо дать взрасти. И это логично. Но эти люди, которые проявляются, они неудобны, потому что они как бы работают на себя, они проснулись, они пашут, они ловят кайф от своей жизни, и они делают свое дело, не спрашивая ни у кого разрешения, согласия, и так далее. Они просто работают, они просто трудятся, заняты своим делом. Не мешайте работать, казалось бы. Но для того, чтобы не мешать работать, надо начать работать с жадностью, с завистью, с гордыней, с подавленной злостью. Надо увидеть сон. Сон, где ты вынес Бога из себя. Как только ты начинаешь это осознавать, приходит поп с кадилом, и снова говорит, спи, понюхай, лада, най, спи. Вот так мы и живем, господа. Поэтому начинать надо хотя бы с малого. Давайте вот просто в своей жизни наведем порядок, чтобы мы сами не болели, чтобы мы сами могли реализовываться, проявляться, и чтобы в нашем доме всегда было солнце. Там, где я, там и солнце. У меня, например, такой принцип по жизни. Где бы я ни появлялась, куда бы я ни приезжала, где я, там и солнце. Не там, где меня нет и где-то у соседа солнце. Нет, солнце у меня. И если оно у меня, значит, я делаю все так, чтобы вокруг было солнце, чтобы вокруг было счастье. И если каждый из нас будет так подходить к жизни, то мы будем помогать людям видеть свои чистые отражения. Да, иногда это больно. Правду люди не любят. Слышать больно. Но что делать? С чего-то надо начинать. И тогда первое, с кем мы будем разбираться, это с нашими родителями. А это значит, сами с собой. Где мы скопировали с родителей и взяли то программное обеспечение, которое сделало нас паразитами. И если мы в себе сами уберем паразита, вытравим глистов, папилломы и вирусы, и грибки, и все остальное, то мы станем здоровее, уровень нашей жизни будет выше, качество нашей жизни будет лучше, и мы будем жить в любви и благодарности со своими окружающими. И начнем мы с самих себя. Это очень важный момент. Не мы меняем родителей, мы меняемся сами. мы сами учимся быть благодарными, и мы сами учимся, видите, благо дарить. Мы учимся дарить, мы учимся давать, но при этом не раздаривать, не распылять и так далее. Мы в поле парадокса. Тут очень много парадоксов, поэтому не буду лишних слов говорить. Спасибо за комментарий. Заканчиваем быть удобными людьми. Подключаемся к собрешену subretion.com и прорабатываем отношения с родителями. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok